Вряд ли найдется хоть один человек, который не слышал о гипотезе симуляции. Многие считают эту гипотезу не более чем темой научной фантастики и неиссякаемым источником для создания шедевров кинематографа. И все же немало авторитетных ученых относятся к концепции матричной реальности вполне серьезно и в разной степени допускают ее существование. А три месяца назад физик, ученый в области теории информации Мелвин Вобсон из Портсмутского университета, сделал заявление о том, что найден способ проверить эту гипотезу с помощью эксперимента. Дело в том, что в основе моделируемой Вселенной будут содержаться информационные биты, которые в совокупности представляют собой код. Обнаружение таких информационных битов сможет доказать гипотезу симуляции. Ученый ссылается на принцип Рольфа Ландауэра, сформулированный еще в 1961 году и признанный в качестве физического закона. Согласно этому принципу, информация является физической величиной, а бит информации обладает массой, хотя и очень незначительный, в несколько миллионов раз легче атома водорода. Такой вывод вытекает из самой формулировки принципа, а также теории информации Клода Шеннона, так как в любой вычислительной системе при стирании одного бита информации выделяется энергия в виде теплоты. Это экспериментально подтверждается таким разделом науки, как информационная физика, и, в частности, результатами исследования, опубликованного в журнале Nature в 2012 году, группой физиков, которые впервые измерили крошечное количество тепла, выделяемого при удалении отдельного бита данных. Кроме того, информационная физика предполагает, что и пространство-время, и материя строятся на информации и являются не фундаментальными, а эмерджентными или по-другому возникающими. Аналогично тому, как в результате коллективного движения атомов возникает увеличение температуры, хотя ни один атом по отдельности не имеет такого свойства. Идея Мелвина Вобсона состоит в том, что вся наша Вселенная на самом деле может быть эмерджентной компьютерной симуляцией, а вовсе не объективным миром, который существует независимо от наблюдателя. В целом, идея не новая, так как еще в 1989 году легендарный физик Джон Уиллер, которому принадлежит знаменитый афоризм «Все из бита», предположил, что Вселенная в основе своей математична, и ее можно рассматривать как возникающую из информации. По схожему мнению доктора Вобсона, физическая реальность состоит из битов информации, из которых возникает пространство-время. Заметим, что такое предположение не противоречит ни одному из существующих законов физики. Любой мир виртуальной реальности будет основан на обработке информации. Это означает, что он оцифрован и пикселизируется до неделимого минимального размера информационного бита. И если уж говорить максимально просто, то и наш мир, вероятно, состоит из пикселей. Причем такая имитация реальности вполне согласуется с теорией квантовой механики, которая управляет миром атомов и частиц. Элементарные частицы – мельчайшие единицы материи, из которых состоит Вселенная. Это и есть наименьший теоретический размер цифровых битов. Законы физики, которые управляют всеми процессами во Вселенной, также напоминают строки компьютерного кода, которым симуляция будет следовать при выполнении программы. Причем, в смоделированной Вселенной определенно будут возникать незначительные программные ошибки, которые должны будут исправляться для поддержания симуляции. На это обстоятельство указывал выдающийся физик Джон Барру. Он также предположил, что мы можем столкнуться с таким явлением, как противоречивые результаты экспериментов, либо даже с изменением фундаментальных физических постоянных – величин, описывающих законы природы. Как, например, с увеличением скорости расширения Вселенной и изменением постоянной Хаббла, которая независимо от проведенных измерений продолжает показывать все новые результаты. Стоит добавить и то, что космологическая модель Вселенной содержит множество очевидных и неслучайных совпадений, которые позволяют поддерживать сложные формы жизни в одном единственном месте – Земле. Это также наводит на мысль, что место нашего обитания могло быть специально разработано для жизни каким-то великим конструктором. Еще одним любопытным фактом физики, косвенно подтверждающим гипотезу симуляции, является ограничение максимальной скорости во Вселенной, которая равна скорости света. В виртуальной реальности этот предел будет соответствовать ограничению скорости процессора, или же пределу вычислительной мощности. К тому же известно, что перегруженный процессор замедляет компьютерную обработку в симуляции. Аналогичным образом, общая теория относительности Альберта Эйнштейна показывает, что время замедляется вблизи черной дыры. Но наиболее убедительные доказательства гипотезы моделирования следуют из квантовой механики. Можно предположить, что природа нереальна, поскольку частицы в определенных состояниях, таких как суперпозиция, кажутся несуществующими, пока их не наблюдают или не измеряют. Они одновременно находятся в разных местах пространства, аналогично тому, как и в виртуальной реальности нужен наблюдатель для дальнейшего развития событий. Еще одно квантовое явление – квантовая запутанность, позволяющая двум частицам быть сцепленными. Такие частицы способны мгновенно и синхронно изменять свойства, независимо от того, на каком расстоянии друг от друга они находятся. Причем этот квантовый эффект напрочь игнорируют физические законы, многократно превышая скорость света, что должно быть невозможно. Однако это также можно объяснить тем, что в коде виртуальной реальности все локации, точки должны быть равноудаленными от центрального процессора. И хотя мы можем думать, что две частицы находятся на расстоянии миллионов световых лет друг от друга, если они созданы в симуляции, то это было бы совсем не так. Какие эксперименты могли бы доказать, что Вселенная действительно является симуляцией? Разумно предположить, что моделируемая Вселенная содержит множество информационных битов повсюду вокруг нас. Они должны иметь небольшую массу. Если можно найти массу этих битов, теоретически можно обнаружить и сами биты. Эти информационные биты представляют собой цифровой код, а их обнаружение подтвердит гипотезу моделирования. Мелвин Вобсон рассматривает информацию как пятую форму материи во Вселенной. В рамках концепции цифровой Вселенной вся барионная материя, состоящая из барионов, нейтронов и протонов и электронов, обладает информационным содержанием. Недавно предложенный принцип эквивалентности массы, энергии и информации предполагает, что бит информации имеет поддающейся количественной оценке массу. Причем Вобсон даже рассчитал ожидаемое содержание информации в элементарной частице и опубликовал экспериментальный протокол для проверки своих прогнозов. Эксперимент включает в себя стирание информации, содержащейся внутри элементарной частицы. Для этого необходимо, чтобы такая частица перестала существовать. А поскольку у всех частиц есть идентичные антиверсии самих себя с противоположным зарядом, то при их столкновении они уничтожатся или, говоря научным языком, аннигилируют во вспышке излучающих энергию гамма-фотонов. В процессе аннигиляции оставшаяся масса частиц преобразуется в энергию, но частицы, содержащие информацию, преобразуются в низкоэнергетические инфракрасные фотоны. Таким образом, после стирания информации должно дополнительно образоваться два низкоэнергетических инфракрасных фотона, которые станут доказательством успеха эксперимента. Стоит отметить, что этот эксперимент, который способен радикально изменить наш взгляд на окружающую реальность, вполне может быть реализован с использованием современных технологий. И если его результат будет успешным, а информация действительно является ключевым компонентом во Вселенной, то это и станет недостающим звеном для многих проблемных явлений физики, таких как темная материя и темная энергия. И еще один момент. По мнению Мелвина Вобсона, чем серьезнее мы будем относиться к гипотезе симуляции, тем больше шансов, что однажды мы сможем ее доказать, либо опровергнуть. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поддержите нас лайком и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Наш проект существует исключительно на ваши донаты. Вы можете пожертвовать любую комфортную для вас сумму, нажав на кнопку «Спонсировать» под любым из видео нашего канала, или перейти по ссылке в описании под видео. Приглашаем вас поделиться своим мнением в комментариях под этим роликом, а также заходите в нашу группу ВКонтакте, в Телеграм и в Инстаграм.